Русские новости Русский марш готовятся наши враги, как те, кто поддерживает киевскую хунту, так и те, кто поддерживает хунту кремлевскую. Одни хотят сделать проукраинское движение, другие хотят про кремлевское, про путинское. Я надеюсь, что мы не позволим ни того, ни другого. Во многих городах русский марш просто запрещен, в том числе в Санкт-Петербурге. В Москве, скорее всего, будет два марша. В Санкт-Петербурге я предлагаю не ходить на то мероприятие, которое готовит действующая власть и ее халуи из новой, так называемой, У-Родины. Была партия Родина, теперь вот через букву У можно только называть. Не ходите на это мероприятие. Это мероприятие предателей. В Москве будет два русских марша. Я думаю, что каждый из них можно превратить именно в русское шествие и не позволить ни про путинским силам, ни про украинским, порошенковским, бандеровским, свести все к тому, что мы поддерживаем своих врагов. Новость, которую обсуждают на этой неделе, это высказывание очередного кремлевского халуя о том, что нет России без Путина. Есть Россия без Путина. Была и будет. Все это розыгрыш лишь для того, чтобы через несколько дней человек, который называет себя президентом, скромно потупив глаза, сказал, «Да, конечно, без таких, как я, Россия обойдется». Обойдется. И чем скорее она обойдется, тем лучше. Также этот человек, называющий себя президентом, сказал, что он не мыслит себя без России, без русской земли, без русского народа. Впервые его губы сложились так, чтобы он смог выговорить слова «русский народ». Можем ли мы доверять ему? Ни на сколько. Ни на сколько. Это человек, ненавидящий Россию и ненавидящий русский народ больше, чем кто-либо. Мы должны ему ответить тем же и сказать, убирайся вон. Мы построим новую русскую Россию без тебя, без твоих халуев, без твоих чиновников, без твоего варья, без твоих олигархов. Ну а теперь к остальным новостям. Новости русского движения. Подготовка к русскому маршу идет полным ходом. В Москве согласовали шествие от Октябрьского поля до Щукинской. Достаточно традиционное место. Хотя нам и хотелось бы пройти по какой-то другой улице. Но московские власти традиционно дают центр разного рода извращенцам. Поэтому русским места в центре Москвы просто нет. В Санкт-Петербурге предоставляют возможность для шествия только провластным структурам. Поэтому многие из питерских националистов собираются ехать в Москву, участвовать в русском марше. Партия Великая Россия приглашает в свою колонну и будет рада видеть наполненными колонны и других организаций русского движения. Мы напоминаем, что это именно русское шествие. Шествие тех, кто ориентирован на поддержку Новороссии за Новороссию. Этот русский марш проходит в этом году. И это все-таки русское движение, это русское шествие, русское мероприятие. Поэтому лиц, которые привержены либеральным ценностям или коммунистическим ценностям, просьба не беспокоиться, остаться дома. Поэтому приверженцев красного флага, серпа Молота, Ленина Сталина, Троцкого и прочих прочих, просьба не беспокоиться в этот день, а отправляться на какое-нибудь другое мероприятие, как раз 7 ноября рядом. Это для русских патриотов день траура, для красных день их триумфа, их торжества. Поэтому у нас нет ничего общего, мы не должны ходить на их мероприятия и не ждем никого из коммунистов на своих мероприятиях. К нам мы приглашаем только национал-патриотов, только русских националистов. Коммунистов и либералов, повторю еще раз, мы не ждем. Гнать, конечно, никого не будем, но соответствующая символика для нас является на русском шествии абсолютно неприемлемой. При всех внешних изменениях кремлевского режима он остается русофобским до тех пор, пока остаются русские политические заключенные и пока русские политические организации находятся под прессингом, который осуществляют так называемые правоохранительные органы, которые, конечно, никакого права не охраняют, они охраняют бандитский воровской режим. По-прежнему находится в заключении полковник Владимир Квачков и не только находится в заключении, но там еще местные тюремные власти издеваются над ним, хотя Владимир Васильевич человек уже далеко не молодой и у него здоровье соответствует его возрасту. Так вот, в издевательствах участвует замполит вот этой зоны, такая должность есть Сергей Федорович Шукшин, его телефон 8-83-457-5-31-43. Любой может ему позвонить и высказать отношение к его действиям и потребовать прекращения издевательств над русским политзаключенным Владимиром Васильевичем Квачковым. Также можно позвонить по телефону ФКУ УФСИН, номер телефона начальника колонии 8-83-457-5-31-05-5-31-40-3-21-14. Можно также отправлять телеграммы на имя вот этого замполита в колонию, адрес колонии 431-130, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, поселок Леплей и К-5. Суть в том, что Владимир Васильевич продолжает и в колонии вести активную политическую деятельность, вести переписку. В колонии существует такая практика, использовать тягу заключенных к общению и подсовывать им мобильные телефоны. Человек за одно общение с внешним миром по мобильному телефону получает штрафной изолятор. Вот и Владимир Васильевич Квачков тоже попал в штрафной изолятор, который наносит его уже не очень прочному здоровью существенный ущерб. И вот этими издевательствами занимается руководство колонии. Каждый может позвонить и от имени какой-либо организации или как общественный активист предъявить претензии вот этим людям, которые, видимо, к дню рождения Путина устроили это безобразие помещения полковников в штрафной изолятор. В Новороссии ситуация не изменяется, перемирие закончилось, фактически война продолжалась и во время перемирия. Мирные кварталы продолжают обстреливать из тяжелого вооружения и применяют тактические ракеты .У. Люди гибнут, ну а на территории оставшейся оккупированной хунты Украины продолжаются политические репрессии. Вот на сей раз началась облава на тех, кого хунты считают причастными в связях с ополчением. Одна из арестованных 18-летняя Ольга Олеговна Теряева, которая является студенткой Константинского медицинского училища по специальности медсестра. По долгу профессии Ольга перевязывала раненых бойцов ополчения во время боев в Новороссии. И сейчас, когда по всему Краматорску проходят облавы, под внимание спецслужб Украины попала и молодая студентка. Ольга была арестована, ей выдвинуто обвинение в пособничестве ополчению Донбасса. Ее вывезли из Краматорска и сейчас она содержится в следственном изоляторе города Полтава. При этом на нее оказывают огромное давление, ей не дают встретиться с родственниками, несколько раз в день ее допрашивают. Нет возможности встретиться с адвокатом, который бы выступил в защиту ее прав. Вот кому очень нравится режим Порошенко, ну милости просим. Перевязал раненого, оказал помощь страждущему, все, ты преступник. Выборы ожидаются как в Новороссии, так и на Украине. Естественно, украинские власти, властями Новороссии не признаются и наоборот. Ну вот, российские власти готовы признать, как оказывается, выбор на Украине. Они еще не состоялись, а Сергей Иванов, глава президентской администрации, уже сказал, что не беспокойтесь, мы эти выборы признаем. То есть в состоянии войны двух государств, а война совершенно очевидно происходит. Российское руководство готово признавать легитимность власти Порошенко и проводимых им выборов. Почему? Потому что ровно такие же нелегитимные выборы проводит сама российская власть. Это авторы фундаментальной фальсификации всей избирательной системы и всей политической системы. Законы есть, но эти законы не для них писаны. Ну а на Украине, понятное дело, победит блок Порошенко, а также другие русофобские, сепаратистские силы, а именно радикальная партия Олега Лешко, этого, извините, пидораса, Народный фронт премьера Арсения Яценюка, недалеко ушедшего, министр внутренних дел Арсена Авакова, спикера парламента Александра Турчинова. Это партия войны, можно не сомневаться в том, что война будет происходить и дальше. А у нас в Кремле спокойствие, тишина, в Багдаде все спокойно. Страна воюет, в Кремле тишина. Ну, видимо, это мы воюем, а эти ребята в бирюльке играют. Достаточно интересный материал размещен от имени Игоря Стрелкова на форуме реконструкторов. Он отвечал на вопросы и некоторые интересные фрагменты мы процитируем. По поводу депутатов Государственной Думы, по-моему, очень справедливое суждение. Сейчас депутатское удостоверение не более чем в зависимости от фракции. Талон на усиленное питание плюс пропуск высшей эшелоны с надеждой на продвижение дальше. Плюс индульгенция за прошлые грехи. Не дай бог, чтобы Дума в нынешнем ее составе уж точно у нас приобрела какие-то иные права и полномочия, чем право творить одобрям с инициативом, спускаемым сверху. Ну, это говорит просто о том, что эту Думу надо разгонять. Это не народное представительство, это просто скопище тунеядцев, преступников и проходимцев. Далее Игорь Стрелков пишет, смута только начинается. Чем решительнее Россия пойдет сейчас вперед, тем больше шансов, что наиболее тяжких последствий смуты мы избегнем. И, соответственно, чем дольше будем топтаться на месте, в том числе в Новороссии, тем тяжелее будет протекать для нас предстоящий кризис. Кризис уже идет, и идет не первый год, а вот что предстоит, предстоит катастрофа. Катастрофа связана не с тем, идет вперед Россия или не идет вперед Россия, не очень понятно, что значит идет вперед. А с тем, кто сидит в Кремле. В Кремле сидят преступники, которых надо срочно вычищать. В полном составе власть падет. Как она падет, по каким причинам, это уже другой вопрос. Нам желательно в этом падении удержать Россию. А то, что крах состоится, в этом нет никаких сомнений. Только национальная власть действительно может продвигать страну и в Новороссии, и по любому другому направлению. В экономике, в социальной политике, в науке, в культуре. Эта власть полностью недееспособна. Она олицетворена абсолютно преступными криминальными типами. К тому же еще и невероятно тупыми и необразованными. Именно с этим связан кризис страны. Дело не в том, что система плоха. Систему эту создали люди. Вот эти люди, бесталанные, глупые, подлые. Без того, чтобы их просто пинком под зад не выгнать, включая их лидера Владимира Путина. Россию не поднять с колен, кто бы там чего не говорил, что она уже якобы поднялась. Она не поднималась. Наоборот, ее пригнули к земле и растаптывают сегодня. Не какие-то там непонятные американские враги. Там есть, конечно, враги. Враги сидят здесь, в Кремле. Все наши внешние враги, они все манипулируют нашими внутренними врагами. И своих целей достигают через внутреннего врага. Внутренний враг, повторюсь еще раз, в Кремле. Дальше пишет Игорь Стрелков. Наступление начнется с момента, когда Путин приступит к тому же, к чему приступил Сталин после кастрофических поражений 41-го года. Напомню, что они последовали после триумфальных побед 39-го, 40-го. То есть коротации своей одрехлевшей либерально ориентированной команды. Без этого любое, даже самое правильное и решительное его действие будет низведено негодными и скрыто сопротивляющимися исполнителями до бездарного и унизительного поражения. Здесь Игорь Стрелков абсолютно неправ, сравнивая Сталина с Путиным. Путин абсолютно неспособное существо. И это доказано всем сроком его пребывания у власти. Сталин при всей мерзостности его личности был вполне успешен. Да, это стоило нашему народу миллионов и миллионов жизней, но тем не менее страна успешно развивалась экономически и не позволила себя растоптать в мировой войне. А при Путине сдано все, абсолютно все. Все направления жизни, направления деятельности сданы. Поэтому о какой-то ротации его команды, о каких-то кадровых изменениях говорить просто наивно, если не смешно. Это очень похоже на такую заявку «возьмите меня к себе, я вам сделаю все очень хорошо, вас обманывают ваши бояре». Но это же не так, это не так. Ну и не было никаких триумфальных побед Сталина в 1939-1940 году. 1941 год был подготовлен революцией 1917 года. Потому что все были уверены, пролетарская солидарность не позволит Гитлеру начать войну, по крайней мере не позволит провести ему блицкрик. Но все это оказалось липой, все эти идеологические глупости, которые были навязаны в том числе и генералитету, они привели к катастрофе не только 1941 года, но и к катастрофам 1942 года. Несколько миллионов жизней, вот цена. Причем это не мирные жители, которых уничтожали в тылу, это несколько миллионов боевых потерь, фронтовых потерь, потерь солдат, колоссальные потери боевой техники в первые месяцы войны. Все это связано с идеологическим выбором. Это цена идеологического выбора, или точнее идеологического диктата, который осуществлялся Сталин. Сейчас мы пожинаем такие же плоды идеологического выбора Путина, который выбрал русофобию, как основополагающий элемент своей власти. За русофобию мы расплачиваемся миллионами и миллионами нерожденных денег, экономическими катастрофами и социальным бедствием, которое уже наступило. Мы уже в кризисе, поэтому рассуждать о том, что Путин может свою команду ротировать, это крайняя степень наивности. Единственное, что может задерживать президента, так это неполное понимание сложившейся обстановки по причине того, что эти самые кандидаты на вылет усиленно выставляют себя незаменимыми патриотами или обещают, что все устаканят по-старому. Естественно, что люди подбирались отнюдь не для противостояния с Западом, а наоборот для встраивания в него. Позвольте, а что тогда Путин в это время делал? Он же тоже встраивался в Запад. Но теперь, когда стало ясно, что Западу никто не нужен, кроме холопов на час, а раньше это было неизвестно, раньше как-то по наивности все считали, что Западу нужна сильная Россия, и Запад вкладывался в Россию, чтобы она стала сильной, ну бог с вами. Но теперь, когда стало ясно, что Западу никто не нужен, кроме холопов на час, которых после использования равнодушно спускают в канализацию, соответственно, следует от данной команды как можно скорее избавиться. Примерно так же, как Сталин избавился от команды троцкистов из Ленинской гвардии, как только сменил вектор мировой революции на построение социализма в одной стране. Тоже крайне наивные строки. Мне просто досадно, что Игорь Стрелков позволяет себе писать вот такие нелепости. Это связано с плохим знанием истории. Ленин и Сталин – это одна и та же тенденция, одна и та же коммунистическая партия, одна и та же программа. Но то, что программа построения социализма в одной стране – это просто самоспасение. Да и от мировой революции ни Сталин, ни коммунистическая партия никогда не отказывались, поэтому огромные вложения осуществлялись в коммунистическое движение за рубежом. И это тоже стоило нашей стране громадных затрат и человеческих, и материальных. Говорить о том, что Сталин там что-то изменил, избавился от троцкистов. Так он от Троцкого избавился и его соратников, а осуществлял на деле именно то, что говорил Троцкий на словах. Просто буквально то, что говорил Троцкий, то и делал Сталин. И все это проистекает, и вся эта вахханалия проистекает из учения Маркса Энгельса, прежде всего, конечно, от Маркса, внука Равина и еврейского мыслителя. Мы расплачиваемся вот тоже за эту идеологическую ориентацию. Якобы Сталин пресек Ленинскую гвардию, да он ее возносил на всех углах, он из Ленина сделал Бога. Изображение которого даже на деньгах у нас печаталось. Ну, о чем говорить? Сталинизм, ленинизм, коммунизм современный, зюгановский, это все одно и то же. Просто разные возрасты для одной и той же идеологии. Она сначала зарождалась, период романтики, период усиления, триумфа, в общем-то, случайного. Теперь загнивание, умирание. Поэтому обращаться к опыту Сталина с его кадровыми изменениями, ну да, он расстреливал. Периодически всех вокруг, ради сохранения собственной власти у Путина, другая система, всех одарять огромными достояниями. И это гарантия его безопасности. Вот что будет дальше, не знаю. Расправятся с ним его собственные соратники, или он куда-нибудь уедет далеко и спрячется в каком-нибудь бункере, так, чтобы его никто не тронул. Награбленного у страны достаточно для того, чтобы спрятаться в каком-то бункере и закончить свои годы естественной смертью. Ну, как пытался Ельцин, но, видимо, ему все-таки это не удалось. Игорь Стрелков говорит, мне совершенно ясно одно, с нынешней командой Путину гарантирован доехать только до Гаагского трибунала. Ну, напрасно, напрасно грозить Гаагским трибуналам и еще ссылаться на команду. Команда Путина, это плоть от плоти его, это его ближайшие друзья-соратники, некоторые из горшка, некоторые со временей службы в КГБ. Поэтому пугать Гаагским трибуналам бесполезно. США, ударный инструмент мировой олигархи, твердо решили с нами покончить. Ну, конечно, руками Путина об этом Стрелков не пишет, к сожалению. Так что война продолжается и будет продолжаться, но она никогда не прекращалась. Порошенко всего лишь возобновил свою старую шулерскую игру, которую уже успешно разыгрывал весной, торопливо закачивая ворованный газ в хранилище. Да, действительно. Россия в ее итоге не получит ни денег за газ, ни реального перемирия под Донецком и Луганском, ни снятия санкций. Короче, не получит ничего, а терять будет постоянно. Война в Новороссии будет постоянно расстравляемой язвой подбрюшей Россией. Если же Новороссии пожертвует, проблема перейдет в Крым, и все продолжится по новому кругу. Ну, все эти проблемы связаны исключительно с ориентациями Кремля. Как только они изменятся, изменится все. Все эти санкции перестанут действительно нас волновать. А сейчас они очень сильно волнуют, прежде всего, олигархическую верхушку. И они за кулисами поэтому договариваются, как бы это так их обходить. Внешне сохраняя независимость якобы суверенного государства Российской Федерации. А в реальности суверенитета нет уже давно. Ни экономического, ни политического, никакого. Суверенитет будет связан только с разгоном всей этой шайки-лейки, которая сегодня застела в Кремле. Ну что, олигархи у нас продолжают демонстрировать свои невероятные аппетиты. В будущем году правительством олигархии запланирован налоговый маневр, который извлечет из карманов граждан 1,3 триллиона рублей. Только по одному маневру, а маневров много. И этот маневр связан с тем, что решили как-то перекинуть налоговое поступление. В результате резко подорожает бензин еще на пару рублей, как они говорят, не больше, чем на 2 рубля. Ну это же пустяки. Для них это пустяк, для граждан, которых уже обременили десятикратным увеличением оплаты за собственность, за свои квартиры, десятикратным увеличением стоимости аренды земли, налога на землю, которую владеем мы, как собственники приусадебных участков, все вот так, не на проценты, а десятикратно. Весело ребята живут, соскребают все в бюджет, а потом нам же раздают. И старушки причитают, какие же они благодетели, снова по 100 рублей прибавили. Ну вот эти благодетели, они больше всего заботятся, конечно, о пенсионерах, наиболее остро реагирующих на каждую очередную подачку и бегущих голосовать за родных, любимых чиновников, в общем-то, предавая своих детей, своих внуков в будущие поколения. Причитая, лишь бы не было войны, ах, касатики наши благодетели, люди старшего поколения, конечно, осуществляют предательство, и это недостойно их предшествующей жизни. Желательно, чтобы все-таки каждый пожилой человек тоже понимал, что он своими действиями соучаствует в тех безобразиях, которые творит на недействующая власть. Если прибавляют какие-то там копейки к пенсии или на день рождения к круглой дате привозят в сумочке какой-нибудь подарок, это подачка от оккупантов. И то, что вам дают одной рукой, другой рукой забирают, не только у вас, но и у ваших родных и близких, и у всего нашего народа. Что касается олигархических структур, то они исходят из принципа неизыблемости их доходов. Вот и в нефтяной отрасли примерно то же самое, как и во всех остальных, но здесь это особенно цинично. Доходы нефтяных компаний не должны падать. Вот из этого исходит олигархическая группировка. Поэтому на компенсацию от снижения сверхприбыли доходов в нефтяной отрасли требуют выделить деньги из бюджета. Суммарный объем заявки Роснефти, который возглавляет приятель Владимира Путина, очень бедный Игорь Сечин, на помощь из Фонда национального благосостояния, требует 2 триллиона рублей, ни много ни мало. 2 триллиона рублей, даже трудно себе представить, что это за сумма. На выделенные средства претендуют и другие нефтяные компании. Всего же на сегодняшний день объем средств Фонда составляет около 3,2 триллиона рублей. Ну, видимо, они решили распотронить его полностью. Эти деньги планируются на выплаты зарубежных заимствований, которые с легкостью, необыкновенной, делают наши, так называемые наши, на самом деле, конечно, совершенно чуждые нам олигархи. Так, чистый долг Роснефти составляет примерно 1,5 триллиона рублей. То есть, такая вот мощная нефтяная компания, корпорация, которая высасывает из недр колоссальные природные ресурсы, оказывается банкротом, должником. Учитывая падение рубля и дорожание валютной части долга, а заимствование делают, разумеется, за рубежом, но это же проще. Сейчас долги компании составляют около 1,7 триллиона рублей. А из вот этих требований забрать деньги из бюджета прямо следует, что олигархическая экономика банкрот, олигархические структуры банкроты, они не умеют управлять. А эти люди нацелены только на личное сверхпотребление, больше ничего их не интересует. Ну, а за это сверхпотребление, за их тупость приходится расплачиваться нам. Мы формируем все эти бюджетные поступления за счет того, что принадлежит нам, за счет недр, за счет нашего труда, за счет того, что создали предшествующее поколение. Все это олигархия грабит и превращает в личный частный доход. Строятся виллы за рубежом, всякие там бункеры, бомбоубежища, и прожигает жизнь, прожигает жизнь, нашу с вами жизнь, не только свою. Тем временем Владимир Путин, глава всей этой олигархической системы, прославляется и уже действительно превращается в какое-то богоподобное существо. Ну и, как всегда, под такие высказывания подкладывается фальшивая социология, как ее проводят, кто ее проводит. Кто проводит, тот знает, как проводит на самом деле. И что вся эта социология высасывается из пальца именно для того, чтобы публиковали, и для того, чтобы подкрепляли свои мутные мысли всякими цифрами. Вот якобы деятельность Путина одобряет 85%, а 66% не видят другого кандидата в президенты в 2018 году. Ну и если разобраться во всех этих цифрах, станет понятно, что 85% поддерживает действия в Крыму и Новороссии, а все остальное, конечно, не поддерживает. И не видят другого кандидата в президенты, потому что их просто не выпускают никуда. У нас миллионы достойных людей, миллионы. Из этих миллионов выбрать конкурентов Путину, которые заткнут его запояс по всем параметрам, кроме олигархического, без проблем. Я думаю, десятки достойных людей могли бы быть выдвинуты кандидатами в президенты, и мы бы спокойно могли выбрать достойнейшего. А олигархическая система не пускает, не позволяет. Она позволяет выйти на выборы только людям, которые играют с Путиным в эту игру «Выбери меня». Они не работают на победу и никогда этим не занимались. Идет просто общее разыгрывание ситуации, результат которой заранее предрешен. Конечно, никто не видит иного президента, кроме Путина, потому что Путин никому не позволит стать президентом. Нарушая закон, переуступая через Конституцию, через законы божеские и человеческие, он не позволит никому стать президентом, пока его не придушат либо его ближние бояре, либо пока он сам по Божьей воле не отправится в мир иной. Ну и по ходам к этой информации, Федеральное космическое агентство совместно с Российской Академией наук разработало новый пакет предложений по освоению Луны. Слушайте, может быть Путин туда? Пусть вот он там летает над нашей планетой и наблюдает за нами в большой телескоп. Вот там ему выделить, сколько там потребуется с металлунных программ, исчисляя с триллионами рублей. Ну давайте вот то, что просят Сечин и все остальные олигархи для себя из бюджета, выделим лично Путину на его личную лунную программу. И давайте создадим ему такое место, куда добраться будет крайне тяжело, или по крайней мере слишком дорого, и ни одно государство, ни одна компания, ни одна политическая сила не оплатит диверсионный отряд, который отправится на Луну, для того, чтобы там взорвать бункер, где сидит экс-президент Владимир Владимирович Путин. Давайте отдадим ему, сколько там попросят, полтора триллиона, три триллиона, десять триллионов, и пусть отправляется на Луну. Я думаю, что если поставить на голосование, за это проголосуют 90% граждан России. Ну конечно, если не подсылать фальсификаторов, а вот по-честному. По-честному отправят на Луну Путина 90% граждан. С мигрантами, как всегда, у нас большие проблемы, это ощущают и в Кремле, ну и соответственно и инициативу выдвигают. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес в Думу законопроект о территориях, опережающего социально-экономическое развитие, регулирующие особенности ведения бизнеса на отдельных территориях. Ну, речь идет прежде всего о Дальнем Востоке, и здесь будут крупные инвестиционные программы, проекты, будут привлекать трудовых мигрантов без квот и разрешения ФМС. То есть прежние законы, просто выбрасываем мусорное ведро и привлекаем без всяких ограничений любое количество трудовых мигрантов. То есть заселяется, Дальний Восток предназначен для заселения не нами, не русскими людьми. Он предназначен для заселения рабами. Ну, а потом эти рабы станут хозяевами, понятно. Ну, и к этому глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский объявил, что не видит угрозы в притоке мигрантов из Китая. Это не какая-то китайско-вьетнамская экспансия, сказал он, о которой много лет говорили. Ничего ужасного я предвидеть не хочу, не могу и не буду. Ну, тебе сказали, ты не будешь. Ты будешь говорить только то, что тебе предписано вышестоящим начальством, то есть Медведевым да Путиным. А они предназначили Дальний Восток для заселения китайцами, вьетнамцами, японцами, не знаю уж кем, но только не русскими людьми. По словам Ромодановского, граждане Китая довольно законопослушные и великолепные специалисты, которые хорошо управляются своими бригадирами и своей диаспорой. Ну, прекрасно. Может быть, Ромодановскому в Китай переселиться, и там какую-нибудь должность ему дадут. Ну, одновременно, по словам министра Дальнего Востока Александра Галушки, во внесенном законопроекте реализованы две ключевые идеи. Масштабное дерегулирование и значительное налогостимулирование. По данным ведомства Галушки, через 10 лет население Дальнего Востока должно увеличиться на миллион человек. Ну, как вы считаете, на миллион русских или кого? Ну, вот, как минимум, миллион человек они закладывают переселенцев. То есть, фактически, этнический дисбаланс на Дальнем Востоке решительно будет склонен в сторону китайского населения. Ну, и здесь же, на Дальнем Востоке, руководство Северной Кореи хочет арендовать 10-15 тысяч гектаров земли в Амурской области. Предполагается аренда для организации сельскохозяйственного производства. Переговоры о возможности передачи земли идут на уровне межправительственной комиссии. Россию, прежде всего, интересует возможность долгосрочного воспроизводства сельскохозяйственной базы. Но, на самом деле, при этом будет воспроизводиться еще и корейское население Дальнего Востока. Инвестиции в проект «Победа» – вот, интересно, какое название. Видимо, это не про нашу победу. Как помните в фильме «Подвиг разведчика» «Тост поднимают» – «За нашу победу» шпион среди. Советский разведчик среди гитлеровцев – «За нашу победу». Вот, наверное, проект «Победа» – это китайско-корейский проект. Так вот, инвестиционный проект «Победа» предполагает модернизацию железных дорог КНДР. И Россия должна вложиться туда 25 миллиардами долларов. Вместо того, чтобы вкладываться в свои собственные территории, вкладываться туда. А для чего? Оказывается, по словам Галушки, для российской стороны проект стал примером реализации новой модели торгово-экономического сотрудничества. Предоставление инвестиций в обмен на доступ к природным ресурсам КНДР. То есть, речь идет опять об интересах топливно-энергической мафии, в которую, видимо, входит и господин Галушка. Вот два слова о том, кто есть он такой. Родился он в 1975 году. В 1997 году окончил факультет Московского государственного социального университета по специальности экономика и социология труда. В 1998 году возглавил ООО «Центр менеджмента оценки и консалтинга». В 2001 году окончил Плехановский институт по специальности профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности. В 2004 году он президент коллегии «Оценщик» и входит в состав Национального совета по оценочной деятельности Российской Федерации. Он только оценщик, больше ничего в жизни он не знает и не умеет. В 2010 году он президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С какой-то стати не очень понятно. В 2012 году он сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». А с июня 2013 сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Вот и все, вылезает политическая подоплека. Человек занимался только обслуживанием бизнес-структур. И вдруг превращается из эксперта-специалиста в политика Общероссийский народный фронт. И, разумеется, через пару месяцев он становится министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Не понимая в Дальнем Востоке ничего, прожив всю жизнь в Центральной России, в Московской области, человек отправляется на Дальний Восток. Ни уха, ни рыло, ни смысля в развитии Дальнего Востока, не понимая ничего в международных отношениях, не понимая ничего ровным счетом в производственной экономике, не в оценках каких-то рисков или инвестиций и так далее, а именно в экономике. Человек становится главой всего Дальнего Востока, фактически принимает стратегические решения или реализует их. Это в высшей степени некомпетентное лицо. И, соответственно, тот ущерб, который предполагается в результате тех программ, о которых сказано было чуть ранее, очевиден и он будет огромен для нашей страны. Точно так же, как очевидна некомпетентность Владимира Путина, который в каждом своем шаге демонстрирует отсутствие образования, опыта и циничное пренебрежение национальными интересами страны. Отдельно хотелось бы поговорить о Москве. В воскресенье утро люди приехали в театр кукол имени Образцова. Понятно с детьми, понятно, что многие на машинах. В машине игрушки, детские кресла. И в метрах 50 от этого места стоит сотрудник ГИБДД и смотрит на то, как люди паркуются. Ну а теперь в Москве замечательное нововведение, платные парковки. А где их нет, там все запрещено. Ну и естественно, люди паркуются, сотрудник ГИБДД смотрит, смотрит, смотрит и ни слова никому не говорит. А за углом стоят 10-15 эвакуаторов. Проходит немного времени, начинается спектакль, люди с детьми уходят. И тут сотрудник ГИБДД дает отмашку. Эвакуаторы приезжают и начинают захватывать машины. А это по нынешним временам. Такой доход. Это же бизнес. Это бизнес. В Москве такой бизнес теперь. Таким образом расправляться с родителями детей. А вы не заводите детей. Зачем? Они же лишние здесь. Они лишние. Ну есть театр. Мало ли что он есть. А вы не ходите в театр. Не надо с детьми ездить в театр. Ходите пешком. Не покупайте машины. Вообще не появляйтесь в центре Москвы. Это неинтересно. Это не выгодно московской власти. Поэтому вот такой сотрудник ГИБДД ставится, который смотрит. Даже вот есть нарушение. Он бы подошел и сказал. Пожалуйста, не ставьте здесь машины. Здесь запрещено. Вон эвакуарторы стоят за углом. Нет ничего подобного. И вот за 10 минут очистили от машин все пространство. И как родители поедут домой с детьми, это уже никого не волнует. Не волнует московские власти ни дети, ни порядок, ни справедливость. Все эти проходимцы, все эти Собянин, вся его шайка, все это настолько омерзительно. Все это лужковское наследство. Когда же это все кончится? Ну только тогда, когда русские люди наконец-то сбросят с себя это ермо. Почувствуют, что они свободны и что им рабский статус неприемлен. Поэтому неприемлен Собянин. Поэтому неприемлема ГИБДД вообще как структура. И тогда русские люди просто потребуют снести все это к чертям собачьим, потому что по-другому и выразиться невозможно. Все снести вместе с Собянином, с его ГИБДД, с его чиновниками. И русские люди должны управлять русским городом, русской столицей. А иначе у нас не будет ни детей, ни машин, и в центре нам нельзя будет появляться. А здесь будет вотчина каких-то безнациональных, антинациональных персонажей, которые будут устанавливать свои порядки, что нам делать, как нам жить. В Москве происходит масштабная реорганизация системы здравоохранения. А именно тотальная ликвидация больниц и роддомов. Но не нужны роддома и больницы. Не надо рожать детей и не надо лечиться. Это вот такая установка. Об этом, конечно, Собянин не говорил, когда баллотировался в мэры. Он не говорил, что он будет уничтожать здравоохранение. Но теперь на это пошел, потому что ему все позволено. Его объявили избранным мэром, неважно, избрали или нет. Главное, что объявили. Теперь можно делать все, что душе угодно. Вот экономить, видимо, не хватает каким-то ребятам для разворовывания бюджетных средств. Поэтому зачем тратиться на больницы и роддома? План график установлен и опубликован даже. Из документа следует, что сотрудники 28 учреждений, включая 15 больниц, будут уволены. А помещения освобождены. Основная часть сокращения больниц пройдет уже ко второму кварталу 2015 года. Штат сократится как минимум на 30% практически во всех больницах. Соответствующие указания получили главы врачи на встрече с руководством департамента здравоохранения уже в конце сентября. Порядка 7 тысяч врачей окажутся на улице. А куда пойти? Врач грузчиком, что ли, должен работать? А там уже таджики, киргизы и прочие наши братья меньшие из Средней Азии. Куда идти врачу работать? Санитаром, может быть, с высшим образованием, с опытом работы? А некоторые предпенсионного возраста? Давайте туда? Да, настолько постыдное решение московской власти. Ну, просто слов нет для того, чтобы оценить степень безобразия, которое творится в городе Москве. Я считаю, что русские организации должны выразить недоверие тому лицу, который называет себя мэром Москвы. И, помимо того, что вот эти безобразия творятся, русским постоянно отказывают в том, чтобы в центре Москвы организовать свои шествия. Зато дают возможность организоваться разным антинациональным, антирусским силам, как такими, которые располагают большими финансовыми средствами. И, видимо, эти средства также поступают в карманы чиновников. Поэтому в центре Москвы проходит 20-тысячное антирусское, антироссийское шествие под названием «Марш мира». А русские организации загоняют куда-то на периферию и предоставляют им возможность демонстрировать свои идеологические предпочтения и критиковать власть именно там, в специальных резервациях. Я предполагаю специальную резервацию для господина Собянина, а также примкнувшим к нему лицам, где-нибудь за полярным кругом специально отцепить колючей проволокой, чтобы никто туда не пришел. И не нарушил покой этих людей. Постоянно Москва предоставляет нам новые и новые интересные персонажи. Вот теперь достоянием гласности стала операция некоего Артюха Юрия Владимировича, руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связи с религиозными организациями. Этот чиновник затребовал из бюджета 8,5 миллионов рублей. На что? На собственную машину. Ему должна быть предоставлена машина класса люкс. По техническим характеристикам это Ауди А8 Лонг, и которая стоит всего-то 4,4 миллиона рублей. Ну а чиновник запрашивает вдвое большую сумму. Это на что? Ну как, на водителя, на бензин. Еще тут 126 тысяч рублей в год на оплатную стоянку. А машина нужна будет этому человеку 356 дней в году, то есть каждый день он на ней будет ездить. Причем 21,5 часов в сутки. То есть практически без перерыва, без передыху. Ну вот такие аппетиты у наших чиновников. В воле случая Юрия Артюха я как-то встречал пару раз, с ним виделся, как раз меня рекомендовали на работу в этом департаменте. Ну когда я посмотрел на издание, которое выпускает департамент Артюха, ну когда я посмотрел на издание, которое выпускает вот этот департамент непонятный, где все есть и межрегиональное сотрудничество, и национальная политика, и религиозные организации, я сказал, что это удивительная мура, и пишут там люди очень недалекие, как минимум, это так мягко выражаясь. Ну поэтому в аналитический центр этого департамента я и не попал. Да, собственно, никакого аналитического центра не появилось, потому что, ну зачем он нужен? Вот главное иметь автомобиль, водителя и разъезжать на всякие переговоры, имитировать бурную деятельность. Результаты никого не волнуют. Ну нанять можно одного человека, который будет отчет писать о всех вот этих проведенных встречах и описывать, насколько они важны для деятельности московского правительства. Наверное, очень нужны народу. Вот такие вот Юрий Артюхи, которые будут ездить на машинах класса люкс за наш счет. Но мало того, тут же оказывается еще один мой знакомец появился, который тоже затребовал машину. Некий руководитель департамента территориальных органов Шуленин, который собирается взять в аренду примерно на таких же условиях за обещанные деньги. Люксовый БМВ 740 с мощностью 320 лошадиных сил. Ну тоже чумные затраты на кого? Ну вот Шуленин я был знаком, когда уличил его во лжи. Он был тогда членом Московской избирательной комиссии. Кто его туда направил? Ну конечно Лужков направил. Ну вот таких проходимцев, такой юный проходимец, кроме юридического образования у него ничего больше нет. Вот он родился в 80-м году, в 2002 году закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности юриспруденция. То есть это нулевое образование. Ну и очень быстро защитил кандидатскую диссертацию, непонятно правда на какую тему. Все юридические диссертации, ну примерно понятно как делаются, никто больше к ним никогда не обращается. Они выбрасываются просто в мусорную корзину. Вот в 2006 году это уровень мусорной корзины, но до этого он работал юрист-консультом в коммерческих организациях. В 2003 году оказался в Московской городской избирательной комиссии, ну поэтому собственно и защитился как член Московской избирательной комиссии. Вот так он перешел на работу из каких-то коммерческих консультантов вдруг. Такого вдруг конечно не бывает. Это лоббистская деятельность своего человечка начинает продвигать. Вот так продвигали вот этого бездарного юриста Шуленина. Сначала Московскую избирательную комиссию, он прошел путь тут очень быстренько от главного специалиста юридического отдела до члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, между прочим. И работал там на штатной постоянной основе. В 2010 году он избран депутатом Московской областной думы. Вы думаете за него голосовали? Ни в коем мере. Это есть такая метода у всех этих номенклатурных проходимцев. Вот сидел член Единой России, входящий даже в какие-то руководящие органы, господин Шуленин в Московской избирательной комиссии. Как вы подумаете, партийный выбор и одновременно партийный член избирательной комиссии не наводит ни на какие мысли. Ну конечно это соучастие в фальсификации. Зачем же член Единой России сидит еще вот с такой нулевой биографией, нулевыми знаниями сидит в Московской избирательной комиссии. Потом кончается полномочия Лужкова, кончается полномочия члена избирательной комиссии. Куда девать человека? Оказывается для него место уже зарезервировано в Московской областной думе. Он проходил по спискам Единой России. Соответственно перед ним стоящий человек был депутатом Мосгордумы. Его попросили уйти. Вместо него депутатом Московской областной думы стал господин Шуленин. Просто по ротации. Один уходит, почему-то складывает полномочия. На каком основании? Кто ему позволяет? Может потому, что его тоже никто не избирал? Ну и этот без всяких выборов тоже получил депутатский мандат. Ну а через год, в апреле 2011 года, он назначен первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Тоже уступил своему местечку, следующему, который из Единой России в этом списочке состоял. Тоже перекочевал в областную думу. Ну а Шуленин ни с того ни с сего. Просто на пустом месте получает должность руководителя департамента. И конечно ему нужна машина класса люкса с водителем, с платной парковкой и все остальные причиндалы вот этой воровской власти. Да, в 2011 году он был заместителем, но уже в апреле 2012 года, то есть ровно через год, раз-два и уже руководитель департамента и один из столпов исполнительной власти Москвы. Полный негодяй. Я его уличил во лжи, когда он выступал однажды на пресс-конференции, хотя в общем-то представителю избирательной комиссии на конференции выступать не положено. Ему положено держать рот на замке и дышать в тряпочку, потому что он причастен к избирательной кампании и свое мнение он не должен высказывать. Видишь, он распалился, начал рассказывать, как, что и было в прежние годы, а что он мог знать в прежние годы. Ну вот он знал то, что ему сказали. Ему надо было клевету на бывшую родину возвести, он ее возвел. Я его уличил, написал письмо в Московскую избирательную комиссию. Кто мне ответил? Ну конечно сам Шуленин. Я написал, что он лжица негодяй, представитель Московской избирательной комиссии. Мне отвечает сам Шуленин и присылает мне документы. Вот уж спасибо. Прямо из этих документов исследует, что это лгун, болтун и хохотун. Вот теперь этот лгун заказывает себе машину за государственный счет и возглавляет один из ключевых департаментов московской исполнительной власти. Падиша и дорастет до мэра Москвы. Может быть мы увидим, когда вот этот человек с инфантильной внешностью, полным отсутствием моральных основ и полным отсутствием образования, будет баллотироваться в главы, ну может быть хорошо, не Москвы, но может быть какого-нибудь подмосковного города или какого-нибудь района. Может быть в районе Москвы. Может он префектом станет или возглавит еще какой-нибудь департамент, может быть более весомый, там где доходы побольше. Но вот из таких негодеев формируется московская власть. Еще одно замечательное решение московских властей. Оказывается в парке Горького есть исторический общественный туалет площадью 170 квадратных метров. И вот надо его оснастить различной техникой для посещения инвалидов, специальным освещением и даже видеонаблюдением. Ремонт исторического туалета это 20 миллионов рублей из московского бюджета. Можете себе представить? Ну это просто золотые унитазы, видимо, будут прикручивать там. Важно сделать общественный туалет доступным для граждан с ограниченными возможностями и мам с малышами. Внутри предполагается установка системы пожарного освещения, видеонаблюдения, пожарная сигнализация. В парке мало таких объектов, сохранившихся до сегодняшнего дня. Реставрационные работы на порядок дороже строительных, и это нормально. Новое строительство туалета, причем хорошее и дорогое, обошлось бы 80-100 тысяч рублей за квадратный метр. Это получается 13-17 миллионов рублей за все помещение. А ремонт стоит 24-32 миллиона рублей. Вот такие объяснения дает московский чиновник. В стороне, конечно, катастрофа. Кто бы чего не говорил, в стороне катастрофа. И об этом еще раз свидетельствует высказывание Нобелевского лауреата Жреса Алферова, нашего российского ученого, который сказал, что российской академии нет. Больше нет. Это не пессимизм, а констатация факта. Так он сказал. В бюджет на 2015 год и плановый период в поддержку Федерального агентства научных организаций запланировано выделение средств в размере 94 миллиардов рублей. А на академию – 3,5 миллиарда. То есть появляется какое-то федеральное агентство, непонятно кого, какие-то там чиновники сидят. Академия наук еще с петровских времен, существующая, получает 3,5 миллиарда рублей. То есть вообще ничего. Новая структура, по мнению Жреса Алферова, является набором чиновников, которые сосредоточены на порождении бюрократических проволочек. То есть убита наука напрочь. Вот то, что существует, это существует только на энтузиазме отдельных лиц. Больше ничего. Владимир Владимирович, поздравляю, российская наука уничтожена. Задание выполнено. Вы внедрились в российскую власть. Задание, которое перед вами поставлено по направлению уничтожения российской науки, выполнено. Поздравляю от души. И поздравляю уважаемых россиян, которые голосовали за Путина, сейчас ему аплодируют, Крым наш и так далее. Запланировано уничтожение России полное. Если кто-то этого еще не понял, пора все-таки избавиться от этой мути в головах, которая присутствует уже не одно десятилетие. Страна оккупирована. Оккупирована и подлежит уничтожению. Ну уж наука, разумеется, в первую очередь. О кризисе свидетельствует, что просроченная задолженность граждан России по банковским кредитам на 1 октября составила 629 миллиардов рублей. И выросла с начала года на 43%. По отношению к общей сумме вроде бы не так много, это 5,7%, но тем не менее тенденция сложилась уже, люди, которые берут кредиты, не могут их отдать. Результат – это жизненная катастрофа. Если это касается сотен тысяч, может быть даже миллионов людей, это означает, что катастрофа происходит и в стране. Банковская система выжимает из людей все соки, а люди испытывают собственную жизненную катастрофу. Они лишаются квартиры, лишаются собственности, лишаются каких-либо перспектив на будущую жизнь. И за это тоже большое спасибо правительствующим чиновникам. Хотят они уничтожить Россию, они уничтожают ее с помощью бюрократии, банковской системы, олигархии. Высасывают из бюджета все деньги, закрывают социальные программы, уничтожают науку. Ну и вот таким способом грабят наше население с помощью неподъемных кредитных ставок. И за счет того, что людей приводят в такие жизненные ситуации, когда они не могут, не взяв кредит, в дальнейшем продолжать свое существование, поддерживать свой бизнес или поддерживать свою жизнь, покупать квартиры, воспитывать и обучать детей, просто жить. Жить в России становится невозможно. На выбор. Либо мы помрем, либо уничтожим эту богопротивную и омерзительную во всех отношениях власть. Известен грубый анекдот про Министерство культуры, куда звонит старушка и спрашивает, это прачечная, но Министерство культуры отвечает им соответствующим образом. Ну, по современности там можно сказать, да, это прачечная, это прачечная. Это Министерство культуры, это прачечное Министерство культуры. Тут отмывают деньги, тут отмывают нечистые замыслы. За особняк своего писателя на Комсомольском проспекте уже несколько месяцев ведется настоящая война. Вновь война. Когда-то удалось отстоять от демократической общественности это здание, но теперь вот пришла постдемократическая общественность в лице чиновников Министерства. В прошлом году Всероссийское общество охраны памятников выдало заключение о нормальном состоянии здания, а сейчас Минкульт принял решение о проведении масштабного ремонта. Ну и, естественно, под видом ремонта всех в сад, всех на выход. После реставрационных работ, по мнению Союза, вместо писателей в помещениях расположится некий Дом российской литературы, где будут размещены в том числе пен-клуб, выставочный центр и усилительные заведения. В проекте Дома российской литературы места для Союза писателей не нашлось вообще. То есть замыслы достаточно очевидны. Ликвидировать оппозиционное гнездо. Но не могут приличные люди в писательской среде быть поклонниками Владимира Путина. Поэтому всех в сад в результате ремонта. Конечно, писатели не смогут арендовать помещения, способные разместить Шоловский центр, редакции журналов, Бюро Всероссийского Русского Народного Собора, полтора десятка комиссий и советов, работающих в структуре Союза, и места для рассмотрения рукописей на всероссийских литературных премиях, которых более 40, кабинеты, где можно было бы принять руководителей 94 писательских организаций из всех регионов России, а также иностранных писателей и общественных деятелей. То есть все это под нож, все наработано годами, все социальные связи, все культурные связи, все это для Министерства культуры ничто. Пфу, плюнуть и растереть. «Русская мысль». Сегодня мы проведем фрагмент из статьи религиозного мыслителя Георгия Федотова «Три столицы». И этот фрагмент посвящен Киеву. О Киеве кажется странным говорить в наше время. Мы сами в недавнем прошлом с легкостью отреклись от киевской славы и бесславия, ведя свой род с Аки и с Волги. Мы сами отдали Украину Грушевскому и подготовили самостейников. Стоял ли Киев когда-нибудь в центре нашей мысли, нашей любви? Поразительный факт. Новая русская литература прошла совершенно мимо Киева. Ничего, кроме печерских антиков да слабого стихотворения Хомякова. А народ русский во все века своего существования видел в Киеве величайшую святыню. Не уставал паломничать к нему и в былинах, говорят, очень поздних, славил чудный город и его светлого князя. Для северянина Киев не только святыня, но и город, прекраснейший из всех городов русских. И прекраснейший вовсе не башнями храмов, не золотом куполов, а первозданной красотой Божьего мира, которая открывается здесь превыше всех памятников человеческих. С холмов старого Киева, Печерска, Цековицы отовсюду выступает из зелени лазурная бескрайняя ширь, от которой дух захватывает. Кажется, что не стоит человек такой красоты, что не перенести человеку надолго такой красоты. Понятно, что от нее закрывались пещеры из простого самосохранения. Или только измученной великорусской душе не по силам сияющая оса наземного рая. И потому прошел мимо нее северный поэт, понимающий красоту только в аскетической строгости. Впрочем, что могло бы прибавить здесь человеческое слово, когда земля уже сказала все? Изумительная особенность киевского городского пейзажа – это вторжение в него природы, почти не тронутой человеком. Над людным подолом, над старыми с ярославских времен, гончарами, кожемяками, высятся необитаемые обрывистые холмы, по которым карабкаются козы. Монастырь на Киселевке, кладбище на Циковице не нарушают тихого сельского характера этих урочищ. Эти просторы манят вдаль, во все стороны света. Трудно засидеться здесь на горах. На запад, к Карпатам и к Польше, теперь уже недалекой на восток, сквозь Черниговские леса на Москву, и больше всего, конечно, на юг, куда змеится серебристая лента Днепра. На пороге, к степям Половецким, к Черному, к Русскому морю, к Святой Греции. Сколько народу проходило по этим холмам, сколько культур осаживалось здесь. Нигде в России не топчешь почвы, столь насыщенные обломками древности. Человек каменного века уже облюбовал эти холмы, где гнездился в пещерах по их склонам. Если у вас есть чувство времени, которое в Киеве волнует, так же, как пространство, зайдите в богатейший археологический музей, поудивляться останкам множества народов наших предков на Киевской земле. Кимерийцы, скифы, люди, не имеющие имени для нас. И среди них, древнее всяких скифов, те таинственные трипольцы, которые обжигали здесь горшки на своих площадках, прежде чем спустились на Балканы, чтобы строить по берегам архипелага и гейскую культуру. Уже позволительно думать, что Киевские горы были родиной будущих эллинов. С этих холмов с черепками в руках может быть легче, чем где бы то ни было обозревать древнейшую историю Европы. Как в Риме чувствуешь здесь святость почвы, но настолько глубже вводят здесь воспоминания в седую древность. Я не обмолвился. Это предки наши, не прохожие гости. Мы носим их в памяти, в крови, в языке, в быту. Вспомним вклад скифов в наш словарь, греческие формы, малороссийские посуды, азиатский орнамент украинских ковров. Но все это спит под землей. На земле же идет и поныне борьба двух культур – визандийско-русской и польско-украинской. На фасадах древних церквей археолог читает летописи этой борьбы. Но отчетливы и центры культур. Киев с чрезвычайной легкостью срывался со старых насиженных мест, с каждым переломом своей бурной истории. Русский княжеский город на старейшем холме Кия. Украинский подол с польской крепостью, разрушенной на Киселевке. Русский правительственный центр на Печорске. И современный, всего более еврейский город Киев с упадком Одессы, столицы русского еврейства, сливший старые островки и раздавшийся по плоскогорью. Живописен украинский Киев. Нарядный и милый его провинциальная барокко на Мазепинском Николаевском соборе. Увы, безжалостно искалеченными ядрами гражданской войны. На Подоле обступает роль почтенных воспоминаний. Магистрат с магдебургскими вольностями, академия Петра Могилы. Бурсаки со своими виршами, латынью и сомнительной философией. Но тут же упраздненный доминиканский монастырь напоминает, что мы в польской провинции. Словно за холостным углу Галиции, куда сквозь толчу восточной Европы доносятся отголостки итальянского и немецкого возрождения. Стойко борются с ополячением, но не могут спастись от полонизмов в архитектуре, в языке, в богословии. Весь излом современного украинского возрождения уже дан в этом возрождении 17 века. Малороссия осознает себя, как мятежная Украина, окраина Польши. Как недорогие воспоминания о национальном пробуждении Украины и Малороссии, они исчезают перед памятью о единственной великой эпохе киевской славы. В этой славе все исчезает. Бесчисленные народы, проходившие по этим горам, культуры, сменяющие друг друга, имели один смысл и цель. Здесь воссиял крест первозванного, здесь упало из славяно-варяжского терема золотое небо святой Софии. И этого нам не забыть, пока стоит Русь. Впрочем, в Киеве об этом забыть невозможно. Северянин Великоросс, привыкший к более скромным историческим глубинам, не верит глазам своим видя, в какой сохранности и блеске встречает его византийский и княжеский Киев. Может быть, южно-русский домонгольский храм, гармоничный и стройный, не является еще современным образцом русской идеи храма, достигнутым на Владимирском и Новгородском севере. Но в Святой Софии, едва ли не единственный раз на русской земле, воплотилась идея греческая. Я говорю не о знаменитых мозаиках ее и религиозной символике, но о самом пространстве. Здесь земля легко и радостно возносится к небу в движении четырех столпов, и свод небесный спускается ей навстречу любому, объемля крылами парусов своих. Здесь все полно завершенным покоем достигнутой меры, свободой в законе бесконечностью, замкнутой в круг. Тем, кто не видел иной великой Святой Софии, кажется, что лучше не выразить в камне самой идеи православия. Мы знаем, что русский Киев лишь очень мало использовал культурные возможности, которые открывала ему сыновняя связь с матерью Грецией. Говорят, что он даже торопился оборвать церковные связи, рано утверждая свою славяно-русскую самобытность. В захлестной Татуранской волной он не сумел создать во всей чистоте на счастливом юге очагов и русской культуры. Но в куполе Святой Софии был дан ему вечный символ, не только ему, но и всей грядущей России. О чем говорит этот символ? Не только о вечной истине православия, а о совершенной сфере, объемлющей в себе многообразие национально-частных миров. В нем дано указание и нашего особого пути среди христианских народов мира. В жизни России было немало бесполезных уклонов. В Москве нам угрожала опасность оторваться от вселенской жизни в гордом самодавлении. В Петербурге раствориться в романской, то есть латинской по своему корню цивилизации. Теперь нам указывают на Азию и проповедуют ненависть к латинству. Но истинный путь дан в Киеве не латинство, не басурманство, а эллинство. Наш дикий черенок привит к стволу христианского человечества именно в греческой ветви его. И это не может быть незначащей случайностью. Культура народа вырастает из религиозных корней, и какие бы пышные побеги и плоды не приносило славяно-русское или турано-русское дерево, оно пьет соки земли христианской через восточно-греческие корни. Но религия не живет вне конкретной плоти культа и культуры, и вместе с греческим христианством мы приобщились и к греческой культуре. Как германство, хочет оно этого или не хочет, не может, не убивая себя, разорвать связи с латинским гением. Так православная Русь не может отречься от Греции. В глубине христианской Греции, Византии, живет Греция классическая, созревшая ко Христу. А ее-то драгоценный дар принадлежит нам по праву, как первенцам и законным наследникам. Неизбежный для России путь приобщения к Ренессансу не был бы для нас столь болезненным, если бы мы пили его воды из чистых ключей Греции. Романо-германское, то есть латинское посредничество, определило раскол нашей национальной жизни, к счастью, уже изживаемой. Но безумием было бы думать, что духовная жизнь России может расти на диком корню какой-нибудь славянской или туранской исключительности. Великое счастье наше и незаслуженный дар Божий, то, что мы приняли истину в ее вселенском сосредоточии. Именно в Греции и больше нигде связываются в один узел все пути мира. Рим, ее младший брат и духовный сын, ей обязаны лучшим в себе. Восток и на заре, и на закате его истории, и в Микенах, и в Византии обогащает своей глубиной и остротой ее безокоризненную мерность, залог православия. Чем дальше, тем больше мы открываем в эллинизме даров Востока. Нам не страшен ни Восток, ни Запад. Весь мир обещан нам по праву. Нет истины, нет красоты, которой бы не нашлось места во вселенском храме. Но каждому камню укажет место и меру тот зодчий, который подвесил на небе на золотых цепях купол Святой Софии. Субтитры создавал DimaTorzok